Второй день чемпионата Европы принес много переживаний любителям мотобола, но обо всем по порядку. Игра Россия-Германия началась с мяча, забитого капитаном команды Владимиром Сосницким в первые секунды после свистка арбитра. Стартовый состав россиян, состоявший из Сосницкого, Крошки, Крештопы и Дицины, полностью контролировал поле, владел инициативой игры и в заключении периода наши спортсмены увеличили преимущество, забив второй гол. Интересно с ребятами играть, конечно, они очень сильный состав, чтобы в этот состав попасть надо очень много работать, но тем не менее мы в том году мы этим же составом играли, выиграли чемпионат Европы, думаю в этом году тоже все получится. Однако второй период перевернул картину игры. Капитан немецкой сборной Бениамин Вальц забивает ответный гол, который подхлестнул спортсменов Германии и придал им дополнительные силы. Соперники завелись и навязали свою игру. Хотя Владимир Сосницкий блестяще исполнил 11-метровый удар, другого капитана уже было трудно остановить. Он проводил быстрые и результативные контратаки. Так за 4 минуты до окончания встречи на табло были равные цифры. 5-5. Сегодня начало тоже было вроде хорошее и 16-метровый отбивал, а вот потом началось это фатальное невезение, фатальная неудача какая-то. Каждой команде была нужна победа, но вырвать ее смогли россияне. Немцы совершили фолл и получили штрафной, который пробил опытный игрок Владимир Сосницкий. В этом матче он забил три мяча, столько же записал на свой счет Иван Криштопа. Просто чуть-чуть подостали, надо набираться сил, еще весь чемпионат впереди. Мы сыграли только две игры, это отборочный, самое главное будет все впереди, полуфинал и даст бог финал. Российские спортсмены победно прошли самых сложных соперников, Францию и Германию. Сегодня они встречаются со сборной Нидерландов. За результатами игры в режиме онлайн вы можете следить и в нашем инстаграме.